В полицию Саратова поступил ряд заявлений от пожилых граждан, которые стали жертвами мошенников. Во всех случаях злоумышленники действовали по одинаковой схеме. Потерпевшим поступал звонок от неизвестного, который сообщал, что по вине родственника произошло ДТП. Для урегулирования ситуации он просил деньги. 78-летняя Зинаида Семеновна – одна из жертв. Мне показалось, что это мне позвонила моя племянница Наташа Петрова. Прям плакала. И говорила, тетя Зина, заплати за меня. Я вот врезалась в машину, и с меня вот требует теперь водитель, требует миллион рублей. Горожанка в тот же день отправилась в банк, сняла со счетов 509 тысяч рублей и передала курьеру. Об аналогичной схеме обмана в полицию заявили еще три пожилые женщины. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 19-летний ранее несудимый саратовец, который рассказал, что нашел работу по объявлению в интернете. И сказал, готов работать. Он спросил, типа, меня винты не возьмут? Он такой, нет, не возьмут. Я ему на слово поверил. Ты понимал, чем занимаешься? Поначалу нет, а потом понял. Как понял? Когда за мной переехали участковые. На адрес твой? Нет, не на адрес. Я уехал к бабушке деревни, ко мне домой переехали участковые. И тогда я понял, что я занимаюсь мошенничеством. В поселке Солнечный пенсионерки после звонка от неизвестных отдали курьеру 230 и 300 тысяч рублей. Еще одна жертва мошенников из Ленинского района. Она передала через курьера 390 тысяч. 3% от каждой суммы молодой человек оставлял себе. Остальное переводил работодателям. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Условно подобную мошенническую схему можно назвать «Ваш родственник попал в беду». Причины по телефону могут называться разные. Совершил ДТП, избил человека, задержан за противоправное деяние. Но итог разговора всегда одинаков. Для решения вопроса требуется определенная сумма денег. В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Ни в коем случае не переводите и не передавайте деньги неизвестным по указанию телефонных собеседников, кем бы они не представлялись. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов. Дежурная часть. Саратов.